Добрый день, уважаемые любители шахматы! В этом видео я расскажу, как строить дебютный репертуар против классической сицилианской защиты. Классическая сицилианская защита может получиться через разный порядок ходов. Допустим, черные делают вид, что играют челябинский вариант, и тут играют d6. Ну, конечно же, основной порядок ходов это d6, d4, cd, конь d4, конь f6, конь c3, конь c6. И у белых в данной позиции есть несколько подходов, как бороться с данной линией. Всегда считалось основным ходом вариант раузера с лон g5. И, в принципе, конечно же, это опасно для черных решения, потому что тут вы видите, что огромный процент побед набирает белый. Но это не будет моей основной рекомендацией. Вкратце отмечу, что основную проблему создает вариант Козула, гроссмейстера из Хорватии. Чаще всего его применял. Ну, то есть старые варианты, где черные играют, слон e7, они не считаются на основании современной теории хорошими. 0, 0, 3, 0, 0, 0. Белые играют f4, только после рокировки. А тут конь d4, есть линия, есть h6, слон h4, потом конь d4, потом ферзь a5. Ну, это не считается сейчас хорошей линией, даже, вот, если вспомнить, что достаточно сложно, даже так можно играть. В общем, черные чаще не h6 играют, они играют. Конь d4, ферзь d4, и сразу ферзь a5. То есть, ну, теория показала, что, в принципе, вот эта позиция возникает чуть ли не форсирована. Очень длинный вариант. У меня даже такая партия была за белых разобрана на канале. Я выиграл у мастера из России. Мастера фида, по-моему. Ну, и здесь белый играет слон f1. Все это была моя партия еще 2012 года. В принципе, с того времени мало что изменилось. У белых преимущество двух слонов, и они оказывают атаку. Так что, эта линия была популярна обычно давно. Ну, ну, сейчас, в принципе, играют уже по-другому данную систему за черных. И вы увидите, чаще всего, ход a6. И после длинной ракировки неожиданный ход слон d7. Потому что, вроде в нем мало логики. Но черные готовят атаку на ферзевом фланге. Тут оба хода ведут к очень сложной борьбе. Наверное, f3, скажем так, ход попроще. Но тогда последует чаще всего слон e7. Белые играют h4. Черные играют h6. Слон e3. Дальше играют h5. Белые возвращаются слоном на g5. Ну, и возникает достаточно сложная позиция. Это не единственная, конечно, возможность из-за черных. И могут здесь также, допустим, играть b5. Что тоже ведет к сложной борьбе. Тут тоже самое h4. Можно h6 и потом h5 играть. В общем, я не знаком с этими позициями. Сразу говорю, f3. Так что я могу просто заслать вас на книгу. Иллинсворк, дисмейтедзе сишилин. Если вам это понравится, можете это играть. Я разбирал f4 по книге Неги. И, соответственно, я эту систему немного играл за черных. Так что я понимаю. Плюсы и минусы. Ну, то есть, минус. Черные делают ничью. Уверена. В многих вариантах. Надо знать теорию до 30-го хода. Это малопрактично. Потому что надо единственные хода делать. Так что, возможно, те, кто любят учить теорию за белых, знать конкретные порядки ходов, это линия для них. Так, обычно игра продолжается. b5, слон f6, g на f. Белые делают профилактический ход королем. Король b1. Чаще всего следует ферзь b6. Белые в этот момент могут сыграть конь c2. Но основной ход считается конь c6, слон c6. И белых тут опять небольшой выбор. Они могут сыграть. Слон d3. Этот ход считается самым плохим. Ферзь e1 или f5. Ну, чаще всего играют c5. И черные могут сыграть h5, конечно же. Но основным, сколько я знаю. Это b4, конь e2, e5. Линия конь g3. Черные играют либо h5, либо ферзь c5. То есть, если они играют h5, после h4, они чаще всего играют в ферзь c5. Но слон h6 также заслуживает внимания. Это жертва пешки. Например, было рекомендовано играть с мейстером Марином. Я несколько партий таких играл в интернете. В принципе, почти все играют конь h5. После короля e7 две лишних пешки. Но за счет того, что у черных очень сильные слоны и белые как-то завязли в этом королевском фланге. В принципе, у черных хорошая компенсация. Нейхев в своей книге в этой позиции рекомендовал бить на a6. Но тоже, объективно говоря, это ни к чему не ведет. В принципе, если черные достаточно хорошо готовы в этой позиции, то они должны держать вот такое забавное владейное окончание, которое получается форсировано. Ну, видите, два сильных шахматиста по переписке играли. Получилось ничья. Так что, тут один ничейный тупик. Ну, в принципе, еще печальнее ничейные тенденции, если черные сыграют ферзь c5. В этой позиции. Белый играет ферзь e2. Король e7 забирает на h5. Черный играет ферзь b5, ферзь g4, ферзь h6, ферзь d3, g8, ферзь e2, ферзь e3, ферзь b5, а на b, ферзь b5, ферзь a7. Угрожает контрыгра. И вы видите, все партии закончились. Ничего, ферзь c4, войдя g2, войдя h3, войдя d2, войдя d3, войдя d3, c на d. В принципе, что здесь по материалу? Сложно сказать, в белых лишняя пешка, но, видимо, инициативы черных достаточно до равенства. Надо отметить, что даже это, наверное, возможно без входа h5. Потому что в этой позиции ферзь e5 также возможно. Белые играют конь h5, слон d3. Черный играет король e7, слон d3, владя g8. Но на самом деле тут не так все печально для белых. Видишь, наоборот, белые набирают много. Но тут есть еще забавный ход слона e7. Ну, не хочется делать. Тем не менее, наверное, он тоже играет. В общем, тут еще одна линия была. Я когда готовился к гроссмейстеру черноте в прошлом году, увидел, что он играет постоянно эту линию. Откуда у меня такие знания? В принципе, я это играл обычно за... Черных. Ну, я играл одну конкретную линию. Тут же мой соперник, которому я готовился, играл эту линию около 20 раз. Значит, он играл h5. И на ход h4, ферзь c5, ферзь e2, король e7, конь h5, слон b5, ферзь g4, слон h6, слон d3, приводя d5. Тут какая-то партия была связана с жертвой води. Ну, слон d3, я думаю, смотрели. По-моему, водя d5, да. Я готовил в черноте. Водя d5, ферзь c7, ферзь d1, слон c6, слон c4. Это рекомендация по книге Неги. Ну, после водя c8, здесь, в принципе, я подготовил ход конь бирта в 6, король f6, водя d6, король e7. Ну, и, по моему анализу я понял, что белые, в принципе, нигде не выигрывают. Если черные знают эту хорошую подготовку, то делают ничью. Ну, в принципе, ничья меня в этой партии устраивала против международного гроссмейстера с рейтингом намного выше, чем у меня. Тем не менее, все случилось достаточно забавно, потому что в партии после хода f4 он затумался и впервые в жизни сделал ход слона e7, который, объективно говоря, плох. Белые получают перевес. У меня был небольшой перевес, но у меня эту линию не готовил, поэтому не разобрался в ней достаточно хорошо и прогрел партию. Поэтому, моя рекомендация, если у вас очень хорошая память, вы готовы это воспроизводить, то играйте f4, потому что все это ведет к очень конкретной игре, черных требуется тоже конкретное знание и, в принципе, белыми, конечно, в данной позиции играть легче. Просто посмотрите на позицию, которая получается. Черных куча слабостей и, соответственно, король в центре, игра явно нестандартная. Так что, если у вас много энергии, много и хорошая память, нужно играть эту линию. Ну, вы должны понимать, что, скорее всего, соперник играет эту позицию намного чаще и за счет знаний каких-то тонкостей он может вас обыгрывать, потому что, в принципе, это не вариант Найдерфа. С вариантом Найдерфа вы будете очень часто сталкиваться, когда играете с итальянской защитой. Классическим вариантом намного реже. Тем не менее, и вам вывод. Сон G5, ну, объективно этот ход всегда считался самым опасным до черных, но черные нашли какие-то ничьи, как в той линии, которую я показал в линии здесь, после С1, D3. То есть, какие-то ничейные компьютерные тупики нашлись. Поэтому, если вы играете английскую атаку против варианта Найдерфа, Найдерфа, это будет моя главная рекомендация, играть F3, слон E3, тогда стоит задуматься над ходом F3 в данной ситуации. Это будет моя главная рекомендация. Ну, то есть, если черные сыграют E6, это просто переход в вариант Найдерфа. то же самое можно сказать, если черные сыграют E6, либо черные сыграют, допустим, E5, конь B3 и потом сыграют A6. Это все переходы. Так что, будем разбирать другие хода. В принципе, их достаточно много. Слон D7. Ну, этот ход не верится, потому что получается вариант Найдерфа, где черные не играют слон D7. То есть, это как-то странно. Видим, что, в принципе, время от времени белые так играют, вернее, черные так играют. Скажем, как-то очень это медленно. Слон D7 водится C8. Конечно, на одну конкретную партию может это и прокатит, но регулярно черным явно не надо применять это, потому что очень удачная редакция английской атаки будет. Дальше. Конь D4, Ферзь D4 и G6 некоторые играют. В принципе, тут компьютер показывает Слон G5, Слон G7 и Слон P5. Очень неприятный шаг. Слон E3, Белый выиграли все три партии, может Слон H4 тоже возможен ход. В общем, какой-то неправильный дракон черный разыграли. Не верится в позицию черных, если копнуть глубже, то я уверен, что белые что-то найдут. Ферзь B6 тоже этот ход не стоит рекомендовать, потому что белые просто отойдут конем, потом сыграют Ферзь E2, сыграют Слон E3. В принципе, о подобных позициях мы уже говорили, когда рассматривали вариант Гриваса. Так что, не думаю, что хорошая идея. Тем более, по-моему, пасохода Ферзь B6 здесь вообще можно Слон E3 сыграть, поскольку я помню. Видим, что действительно есть подозрения, потому что пешку на А2 бить нельзя. Если это не проходит, то вообще позиция черных печальна после хода Ферзь B6. Дальше что возможно. Ну, G6 это переход в вариант дракона, я не упомянулся, вон E3, в принципе, мы это разбирали уже. E6 E5 это переход в английскую атаку, E5 будет B3 тоже, если сыграют A6, то переходят в английскую атаку. Ну, конечно же, черное вместо этих ходов делают один из двух ходов. Возможно, если черные просто хотят избежать данной позиционной линии, то стоит им попробовать сыграть слон E6. Здесь конь D5 не рекомендую играть лучше слон E3, слон E7 это переход. Ну, конечно же, черные играют слон E6 сразу же ради того, чтобы провести D5, ED, конь D5, конь D5. Здесь слон D5 сомнительно, потому что у белой тут слон E2 по переписке сыграли, это не лучший ход. Мы увидим, что после ферзь D2, ну, если следует дальше слон B3, надо понимать, что получается позиция на два результата, где у белых преимущество двух слонов. Ну, обычно здесь играет ферзь бьет D5, ферзь бьет D5, слон бьет D5, 3, 0, 3, 0, вроде бы черные все успели, ну, есть маленький минус, то, что поле B5 не защищено, как в варианте Найдерфа и белых играют слон B5, A6, и забираем на C6, играем конь A5, войдя D1, войдя D1, слон B5, иначе у черных хуже, C4, слон E8, слон B6, слон E7, C5. Ну, в принципе, партия по переписке закончилась в ничью, но если вы посмотрите на то, что получается в данной позиции, вы должны понять, что просто игра на два результата, потому что черные никак не могут убрать войдю с восьмого ряда, и белые будут еще очень долго мучить соперника, ну, в принципе, шахматисты, которые достаточно техничные, уверен, здесь делают легко ничью за черных, но говорит о том, что черные должны очень точно сыграть, чтобы в достаточно редком варианте держаться. Так что слон E6, возможно, наверное, продолжение, но обычно играются вон E7. Ну, и черные очень хотят, чтобы мы сделали длинную рокировку, и тогда, в отличие от английской атаки, они очень быстро в один прием проведут, как в варианте Найдерфа, пешка стоит на А6, а тут в один прием они играют А5, А4, ну, и создает очень неприятную атаку на ферзевом фланге. Поэтому, здесь у нас планы связаны с короткой рокировкой. Мы играем слон E3. Здесь уже на ход слон E6, в принципе, вы видите, что можно сыграть по НД5, также интересно ферзь E2, 0, 3, 0, потому что здесь есть такая идея. ферзь B5. Сложно, ну, возможно, скажем так, с практической точки зрения лучше все-таки ходить в подобных позициях КНД5. Черные если сделают рокировку, то в подобных позициях белые просто могут сыграть. Слон E2. Кстати, хода нет этого в базе, что забавно. Ну, то есть черные не торопятся с ходом Слон бьет D5, окей. Слон E2, они все равно ничего не смогут лучше придумать, чем ударить на D5 в какой-то момент. Опять не смотрится пока КНД5 ввиду Слон Б6. Ну, допустим, окей. Рассмотрим, когда черный бьет на D5. Получается типовая позиция. У КНД8 пассивно, потому что белые могут сыграть Ферзь D2 либо Слон E2. В принципе, наверное, большой разницы нет. КНД7. 3-0 здесь не надо играть. То есть, надо со Слон E2 начать, в принципе, разница. Ну, КНД не очень хорошо расположен на поле B8. Допустим, КНД7, рокировка. КНД6, C4, C8. И в таких позициях очень часто КНД идет на А5. Ну, как-то партия по переписке прервалась с результатом 1-0-2. А понимать уже, что дальше B4 идет, потом какой-то момент может последовать с 5. То есть, это типовая пешечная структура до варианта Найдорфа, только обычно в этих позициях пешка стоит на А5, черная. Этот вариант, в принципе, я сам играл за черных, поэтому я понимаю основная идея. Ну, то есть, обычно в таких позициях черные ставят КНД на B4 и играют А5. Тут какие-то результаты 0-1, но на самом деле позиция достаточно сложная с стратегической точки зрения. Что хотят белые? Белые хотят перевести слона на C2, брать коня, ну, скорее всего, сюда, потом сюда, извиняюсь, сюда, и проводить атаку пешками на ферзи, фланги. Черные будут же атаковать пешками на королеве. Сложная позиция со взаимными шансами. Ну, я поэтому не совсем понимаю, почему. И так играют достаточно редко черные, если мы посмотрим базу, то они обычно здесь играют короткая рокировка вместо хода слона E6. Ну, наверное, надеяться на то, что после ферзи D2 белые рокируются в короткую сторону. Этого не произойдет, вернее, в длинную сторону этого не произойдет. Ну, вот это самая основная линия, черная, данная позиция обычно играют, опять-таки, либо слоны E6, ну, у нас вон E6 мы играем конь D5, в принципе, большой разницы нет, надо еще отметить, что если все-таки черные толкают A5, то белые могут по-разному реагировать, могут играть C4 и уводить коня на C1, потом коня ввести на E2, ну, и в подобных позициях мы видим, что белых никак не может быть хуже, у них преимущество двух слонов, у черных отставая пешка на D6, то есть даже компьютеры рисуют нули, все равно это не повод эту линию не играть за белых. Ну, чаще A5 следует, это основная линия, как вы видите, и у белых тут идея заключается в том, что они не играют коня 4, ну, то есть зачем черные играют опять, у меня была подобная партия, они ждут хода A4, после этого конь встанет на B4, потом слон встанет на E6, и черные со всеми удобствами проведут D5, и не испытывают никаких проблем. Но, когда черные сыграли A5, они ослабили поле B5, чем белые сразу и пользуются, они играют слон B5, и у черных есть выбор, коня 7, или слон E6. Если слон E6, белые играют D1, конь A7, ну, это чаще всего перестановка ходов, сникает эта позиция, белые играют слон D3, такой таинственный ход, но в нем есть смысл, потому что даже если черные проведут D5, то там на H7 может полететь в какой-то линии, слон на D3 расположен лучше, чем на E2, потому что на E2 пойдет белый конь B6, но также у них есть идея A4, конь C1, конь B6, допустим, ферзь F2 и прыгнуть конем на C4, мы меняемся, но белые хороший контроль на этой позиции, я не знаю, что лучше войдет E1, либо конь D3, но тут надо сказать, что даже если подобные позиции нули, что очень часто говорю в данном видео, то черные все равно до конца не уравняют, потому что намного проще подобную позицию, так, ну еще у черных кроме A5, A4 есть другая идея, конь C8, 0, 0, конь B6 сразу, наверное основной ход, то есть те же идеи, черные хотят повести коня на C4, ферзь F2, конь C4, 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 войдя E1, ферзь C8, ну и здесь белые могут сыграть A4, используя то, что черные не сыграли A4, могут сыграть конь D2, и затем поставить коня на F1, A4, A3, тоже очень важно, когда вы видите пешку на A4, желательно нашу пешку ставить A3, чтобы черные дальше A3 не токнули, в общем, примерно такие варианты, если вы откроете мегабазу, увидите, что эта линия сейчас достаточно популярна, так играют Карлсен, Грещук, Крамник, Вашьелограф и другие сильнейшие шахматисты мира, в принципе, это является, наверное, доказательством качества данного варианта, но еще давайте посмотрим ход слон E6 вместо коня A7, вернее, мы его только уже посмотрели, коня A7, ну и вообще минус данной линии состоит в том, что белые играют слон D3, если черные сыграют конь C6 в какой-то момент, белые могут вернуться слоном на C5, так что шахматисты более сильные, играющие черными, будут испытывать, скажем так, определенный дискомфорт, поэтому, вы видите, что играют следующим образом, A4, но в принципе, мы это видели через другой порядок ходов, только что, то есть, большинство результатов ничьи, но черными играли сильные шахматисты, это надо отметить. Так что, в принципе, какой можно сделать вывод по данному видео? Классическая система является хорошим любитным вариантом, за черных она, даже такой системой раузера, такой опасной системой, как система раузера, не пробиваются, компьютеры показали в ней ничью, так что, если вы хотите, попытаться пробить дебютную подготовку соперника, то играйте с 1G5, учите очень долгие теоретические линии, если вы хотите сыграть более позиционно, и вы что-то знаете в английской атаке, тогда играйте f3, и чаще всего возникнет позиционная линия, соответственно, такая позиция, где мы рокируем в короткую сторону, и играем на слабость поля d5. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok